Добрый вечер! Пока не наступил Новый год, мы рассказываем вам новости. Спасибо, что вы с нами. Пострадавшие на Майдане получат выплаты. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 5 Закона Украины об установлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей. В документе указано, кто именно может претендовать на такую выплату, а также речь идет о том, что выплаты госпомощи будут осуществляться из резервного фонда государственного бюджета Украины на соответствующий год. Нафтогаз Украины внес предоплату в размере 150 миллионов долларов для закупки российского газа в январе. Предварительно у «Газпрома» планируют закупить миллиард кубометров голубого топлива. Российский монополист подтвердил получение денег. Также в январе Украина заберет газ за счет неиспользованного аванса за декабрь нынешнего года. Министерство энергетики отмечает, что цена на российское топливо в первом квартале 2015-го будет ниже, чем сейчас. Кроме газа, Украина планирует в январе закупить около миллиона тонн угля. По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, половина ресурса поступит из России – еще 320 тонн из дальнего зарубежья. Оставшийся объем планируют получить с неподконтрольных Украины территорий Донбасса. Однако поставки из зоны АТО будут зависеть от перемирия, разбракирования станции Дебальцево и других факторов. Министр также заверил, что веерных отключений в ближайшее время не будет. Проведены переговоры с Молдавией, Белоруссией и Россией относительно импорта электрической энергии. И на данный момент подписаны договоры об импорте до 1500 мегаватт электрической энергии. Объем достаточный для того, чтобы в принципе в течение ближайших двух недель точно не отключать, понимая температурные режимы. А в зависимости от того, какие будут температурные режимы под конец января, я думаю, что этого объема импорта электрической энергии и дополнительного поступления угля, о чем я уже говорил, нам удастся сбалансировать систему и действительно не отключать. В результате крушения грузового самолета Ан-26 украинской авиакомпании «Сирин» в Конго 28 декабря погибли пять украинцев-членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, работают эксперты. В результате дипломатическим учреждениям Украины дано поручение принять меры относительно выяснения обстоятельств данного инцидента и организации отправки тел погибших граждан Украины на родину. За последние сутки один украинский военнослужащий ранен, погибших нет. Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, были зафиксированы факты применения террористами тяжелого вооружения. Боевики продолжают наращивать силы, перебрасывая новые подразделения к линии разграничения в районе Донецка, Дебальцево, Первомайска, Стаханово и Северодонецка. По данным разведки, происходит как ротация, так и прибытие новых подразделений Вооруженных сил России в Донецк и другие населенные пункты. В то же время на оккупированных территориях продолжается агитация населения за вступление жителей в ряды террористической организации ДНР. У местных боевиков ухудшается морально-психологическое состояние. На оккупированных территориях разворачивается усиленная агитация за вступление местных жителей в ряды регулярных подразделений террористической организации ДНР. Установлено, что после значительных потерь боевиков летом, из-за проблем со своевременной выплатой денежного удовольствия, количество граждан, желающих стать террористами, значительно сократилось. Украинские саперы заминировали участок побережья Азовского моря вблизи Мариуполя. Военные установили десятки противодесантных мин. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. В ходе выполнения учебно-боевой работы военнослужащие инженерных войск успешно отработали задачи по противодействию высадки десанта противника. Притом военные выходили в море в сложных погодных условиях, при сильном ветре и шторме. Кроме того, саперы установили невзрывные заграждения. Гарантией разрешения украинского кризиса является единство Европы. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем телеобращении к нации. Европейцы сплотились как никогда и сообща защищают свои ценности и порядок. В то же время Германия стремится к достижению безопасности в Европе совместно с Россией, а не против нее. Канцлер подчеркнула, что Европа не намерена признавать право сильнейшего, а нарушение международных законов не может и не будет принято. Американским компаниям дали один месяц, чтобы прекратить всю деятельность в оккупированном Крыму. Министерство финансов США требует от американских предпринимателей до февраля прекратить все деловые отношения с крымскими партнерами. Это предусматривают санкции, введенные в середине декабря в отношении оккупированного России полуострова. Они запрещают гражданам США владеть бизнесом или землей в Крыму торговать с полуостровом, поставлять крымским компаниям технологии или предоставлять услуги. Путин в новогодней речи сделал акцент на аннексии Крыма, назвав этот факт важнейшим в истории России. Также в обращении, которое первыми увидели жители Петропавловска-Камчатского, он поблагодарил россиян за исполнение самых смелых и масштабных планов и готовность отстаивать интересы страны. По словам Путина, любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя. Ранее Путин отправил новогоднее поздравление десяткам мировых лидеров, но среди них не оказалось президента Петра Порошенко. Новый год – новый праздник. В этом году главное новогоднее представление будет проходить на Софийской площади. Хорошее настроение киевлянам и гостям столицы подарит живая елка и новогодние сюрпризы. Побывала на месте празднования наш корреспондент Ярослава Ковтун. Что подарить своим близким, как накрыть стол и где отмечать Новый год? Каждый год перед праздниками все сталкиваются с одними и теми же вопросами, но вот отвечают на них все по-разному. Алена приехала из Закарпатья, чтобы не только посмотреть на живую елку в центре Киева, но и стать частью большого новогоднего празднования. Следующий год даст возможности всем нам соединиться, быть счастливыми, быть дружными, быть мирными и, конечно же, всем пожелать в Новом году счастья, здоровья. В историческом центре столицы царит праздничная атмосфера. Взрослых новогодняя ярмарка радовала горячими напитками и разнообразными кулинарными шедеврами, а детей – всевозможными развлечениями. Каталась на горке, очень понравилась, а больше пока нигде не были. Детям нравится, а это самое главное, чтобы у них было хорошее настроение. Однако больше всего детей радовала большая и настоящая елка. В этом году она разительно отличается от своих предшественниц. Новогоднее дерево прибыло из Ивано-Франковска и весит целых 15 тонн. Дети увидели это чудо воочию и поздравили украинцев с наступающими праздниками. Мира, чтобы хорошо прошел Новый год, счастья и здоровья. Еще одним традиционным героем новогодних праздников испокон веков был Святой Николай. Именно он приходил ночью 19 декабря, чтобы принести подарки послушным деткам. В канун Нового года заглянул он и на Софиевскую площадь, чтобы подарить чудо всем гостям и поздравить Украину с Новым годом. Этот год был особенным тем, что люди поняли, что быть свободными, сильными, умными и трудолюбивыми лучше, чем быть рабами. Это будет независимая, равная между равных страна, которая всему миру покажет, что у нас есть казацкий дух и чудесный ум и прекрасные люди. Приготовление подарков, праздничного стола и украшения новогодней елки придают празднику особое обаяние. Большинство людей верит, что все плохое останется в старом году, а новый принесет только лучшее. Эти надежды делают праздник одним из самых любимых и долгожданных. Считанные часы остаются до Нового года, а это означает, что уже совсем скоро в каждый дом этот праздник принесет добро, благополучие и любовь, а стране подарит мир. Команда БТБ поздравляет всех с Новым годом. Ярослава Ковтун, Иван Иванько, БТБ. Свои поздравления с Новым годом передают украинцам и военнослужащие, которые сейчас защищают страну на передовой. Киборги, десантники, инженеры, водители, бронетехники. Главное пожелание, конечно же, мира. Бойцы благодарны народу за поддержку и заверяют, победа будет за нами, ведь мы защищаем от агрессоров свой дом. Населению, которое нас поддерживает, не забывает, мы тоже постараемся оправдать их доверие и достойно одержать победу. Желаем всем счастья, здоровья в наступающем году. Благодарим, что нас не забываете. Бажаем всем счастья, здоровья в наступающем новом уроке. Спасибо, что нас не забываете. Меня зовут Валера, я из города Бровары. Хочу передать привет матерю, отцу, брату, Татьяне Викторовне, детям Авроре и Кариму. Пожелать им в следующем году крепкого здоровья, мира над головой. И пусть они уверенно знают, что пока мы здесь, враг не переступит черту. Надеюсь на то, что мир наступит в следующем году. Желаю, чтобы в будущем году не было войны. Все закончилось, было чистое небо, и все живы-здоровы были. Это наше. Мы должны здесь держать, и мы будем держать, и удержим. Это наша страна и наша земля. Новый год уже шагает по земле. Любители праздников со всего мира собрались в Новой Зеландии и Австралии, чтобы встретить Новый год раньше всех. Гигантские часы на радиобашне Sky Tower, расположенной в деловом центре Окленда, отсчитали последние минуты до полуночи. Это в 13.00 по киевскому времени, после чего начался фейерверк. Новый год уже встретили в Австралии. Почти полтора миллиона человек собрались на побережье Сиднейской бухты, чтобы посмотреть фейерверк. Он озарил ночное небо над Харпорт-бридж и Сиднейской оперой. Фейерверк привлекает большое количество жителей и гостей Сиднея. Его смотрят более миллиарда телезрителей во всем мире. Пока Новый год не наступил у нас, мы еще посмотрим котировки, украинские мировые фондовые индексы. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 18.00. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»